Тема Зеры Эмерсуин. Говорим о главном. Эльмира Мамбетова-Салединова, дочь поэта и композитора Фикрета Салединова, 95-летие которого отмечалось в июле этого года. Эльмира Ханум, вы знаете, я очень благодарна вам, что вы откликнулись, потому как по социальным сетям, мы в друзьях с вами достаточно длительное время. И вот силы проведения. Спасибо вашим знакомым, которые и позвонили, и нашлись. И вот вы сейчас у нас здесь в студии, и мы будем сегодня говорить о вашей работе, о творчестве вашего отца, о том, как вы собираете и сохраняете этот архив, как популяризируете все то наследие, которое оставил ваш отец. Ну, первый вопрос такой. Когда пришла идея собрать и оформить архив отца Фикрета Салединова? Эта идея пришла совершенно неожиданно. Дело в том, что в 2002 году у отца случился инсульт, у него пропала память на нотную грамоту, письменную грамоту, он даже не узнавал нас, своих детей, к сожалению, даже маму. И поэтому я, конечно, очень сильно переживала за это, потому что он все время одну и ту же фразу твердил. Моя музыка пропала. Что же я теперь буду делать? Я ничего не успел. Придя домой после больницы, я стала смотреть папины шкафы. Они были полностью написаны его рукописями. Весь огромный книжный шкаф. И вот пока я там все складывала и смотрела, увидела, на тот момент думала дневник, а это оказалось мемуары. Я очень быстро их сквозь прочитала. Почему? Потому что, я скажу честно, крымстотатарский язык на тот момент я в совершенстве, как папа и мама, не знала. И мне пришлось в этом году только я все досконально перевела. Но на тот момент, прочитав мельком все, у меня слезы потекли с глаз, и я поняла, что у папы, оказывается, не все так хорошо. Папа всегда нам рассказывал, что у него замечательно, прекрасно, что там у него детская музыкальная школа организовала концерт, что там у него в драмтеатре будет концерт, что ему там обещают в симфонические оркестры играть. И я на тот момент уже жила с 90-го года в Москве, и поэтому я всегда думала, что у папы все успешно. Но вот когда случился инсульт, и когда пропала у него память, вот тогда-то я и поняла, что папе нужна огромнейшая помощь. Я взялась за это. У меня по образованию я музыкант. Я поступила в Ферганское музыкальное училище, два года там отучилась, перевелась в родственное заведение в Херсон, окончила его. И, конечно, у меня музыкальное образование, сольфеджио, музитературу, гармонию. Мы все изучали. Я авиалончелистка. Поэтому мне не так сложно было разбираться в партитурах. Известно, что Фекре Целединов написал около 400 произведений. Все ли удается или удалось воссоздать? И с какими трудностями приходится сталкиваться? Конечно же, не все. Нужно сказать, что отец не только что около 400 произведений, более 400 произведений. Потому что на тот момент, в 2005 году, когда я стала разбираться с партитурами, с нотами, я тогда думала, всего лишь где-то у меня, у папы получается где-то 100 произведений. Но когда я стала постепенно вывозить из дома, постоянно в Москве всё это разбирать, и когда мне пришлось составлять список уже к тому времени опубликованных произведений и неопубликованных произведений, вот тогда-то я обнаружила, что у отца более 400 произведений. И что хочу сказать, отец сочинял в разнообразных жанрах. У него жанры многообразные по содержанию. Его творческий богатство составляет не только фортепианные произведения, а также серенады, концерты, ноктюрные для инструментальных произведений, для скрипичных ансамблей, для малых оркестров, для квартетов, квинтетов, для огромного симфонического оркестра. И вот тогда-то я поняла, какой папа же у нас умный. Я что хочу сказать? Он гениальный. Знаете, что он сделал? Он, например, вот даже сегодняшний день, когда я занимаюсь его творчеством, я вижу, что тот же вальс «Мелевше» он для большого симфонического оркестра, для малого симфонического оркестра и тут же для фортепиано. То есть вот недавно я в музыкальной школе меня пригласили, я привезла, ноты подарила, сборники. Теперь маленькие детки будут играть тот же самый вальс «Мелевше», тот же самый «Баар Сабаса», тот же самый вальс «Грёзы». Я насчитала пять вальсов. «Баар Ахшама». Но они ещё не звучали, они ещё в забвении, но уже не в забвении, а уже возрождаются. Кто следит за постами у меня в фейсбуке, они у меня в фейсбуке на странице моей. Я как бы с самого начала, с января месяца, так как в этом году 95-летие отцу, я стараюсь каждую неделю какой-то сюрприз сделать для народа. Видя ролики с папиной музыкой, с папиными стихами, читаю их сама. И вот позавчера, можно сказать, на прошлой неделе родился вальс «Бар Сабаса», а вчера я его опубликовала. Пожалуйста, следите за моими постами в фейсбуке, и вы всегда будете знать и чувствовать творчество Фикрета Салединова. Вот вы размещаете в соцсетях эти красивые видео, с наложенной на них музыкой, написанной вашим отцом. А есть ли у вас помощники, единомышленники, насколько это объемный и затратный труд? Команда какая-то есть у вас, или же вы все это делаете самостоятельно, в одиночку? Спасибо за вопрос такой. Ну, начну, скажу самое... Конечно, чтобы рассказывать это, я пишу книгу об этом, но чтобы как-то кратко сказать, я отвечу. До 17-го года, начиная с 2002-го года, я была одна. Потом у меня появился через мою знакомую Зарифелю Манову, она познакомила меня с музыкальным редактором за фортепианным отделением издательства «Музыка» в городе Москва. Зарифелю Манова познакомила меня с Самарином Владимиром Аркадьевичем. Вот Владимир Аркадьевич в 2004-м и 2005-м году помог мне отредактировать, сделать нотографию, верстку и причем подарить демо-озвучку. Уважаемые слушатели, я все папины произведения, которые опубликовала и не опубликовала, они у меня все на слуху. Я их все знаю. На тот момент у меня был Владимир Аркадьевич Самарин. В 2016-м году, к сожалению, 28 сентября его не сдало, светло-добрая память ему. Мне очень тяжело без него, потому что он очень сильно чувствовал, он уже проникся папиным стилем, папиным творчеством. Он очень был влюблен в его творчество. Поэтому до 2017 года больше у меня помощников не было. Я все время издавала на свои средства. Нотографией занималась сама и отдавала потом в редакцию. И также в типографию, чтобы издавать это. В 2017 году у меня появился, можно сказать, тоже меценат-помощник Аблямитов Делявер Решатович. Он точно так же, как и я, проникся всем творчеством отца. Я видела, как он влюбленно, с огромным интересом слушал в наушниках папина творчество еще в демо-озвучке, не в исполнении симфонических оркестров. Хотя у меня на тот момент уже был опыт 2005 года, на котором, когда создался концерт, организован был мной. И отец сам присутствовал на этом концерте. Я хочу сказать, что Делявер Решатович Аблямитов это редкой души человек со добрым сердцем, с огромной широкой душой. Он мне помог организовать 16 января 2017 года в Москве, в доме музыки, в камерном зале концерт, гала-концерт «Эй, Гузель, Крым». Первая часть была посвящена творчеству Фикрету Салединова. Полностью подготовку к этому концерту, весь сценарий, все, что происходило на экране, все моя работа. Ноты предоставила я, которая издала в 2005 году 50 произведений в 10 сборниках. И мы, получается, с Делявер Решатовичем в ТМД мы работали. Мы вместе сила. То есть его команда, его компания Делявер и все те труды отца, которые я успела выпустить в свет, мы просто их, все это объединили, и у нас получился прекрасный концерт. Однажды шла речь о благотворительном фонде имени вашего отца. Скажите, есть ли в вашем окружении меценаты, которые помогают или могли бы помочь с восстановлением рукописей, выпуском сборника, ну и вообще с сохранением наследия Фикрета Салединова? Ну, я буду честна, я вообще люблю искренность, скажу, как есть. В ковидное время, все мы про это знаем, я ничего нового не скажу, у меня не стало работы, от которой я имела доход, и на свои средства все это издавала. Но спасибо детям, конечно, моим, которые мне возможность дали, чтобы я была дома и целый год занималась творчеством отца. Вы видите по Фейсбуку, сколько я много работы сделала. На данный момент в моем окружении меценатов нет, но появился через знакомую Гульсум Тамак, Алишер Лативзаде, это в Нью-Йорке он живет, композитор, который является членом Союза композиторов в четырех стран. Он мне написал письмо в Фейсбуке, в мессенджере, где сказал, что ему очень понравилась музыка Фикрета Салединова. Она его проникла и задела до глубины сердца, души его, своей искренностью, своей добротой. И он сказал, что так как он 40 лет уже является поклонником, слушателем, частью нашего крымско-татарского народа, так как у него и супруга крымская татарка. Он сказал мне, что я теперь хочу помочь всеми силами, пока я живу, чтобы творчество Фикрета Салединова встало в одном ряду с мировыми классическими композиторами. И сказал мне Эльмира, вы теперь не одна. И он свое слово сдержал, попросил у меня, чтобы я ему выслала нотографию. Нотографию я делала в Москве у Молина. Вот у меня как раз есть еще 15 подготовленных произведений для Большого симфонического оркестра в нотографии. И я эти произведения, конечно же, он у меня попросил один для пробы. Основная мысль в чем? В том, что он сказал, что за последние 2-3 года, даже, может быть, 5 лет появится такая возможность, что не обязательно пользоваться симфоническими оркестрами, что можно все озвучить живым звуком на специальном оборудовании. И сказал, давайте попробуем. Ну и, конечно же, я согласилась. Барса, басе, партитуру для симфонического оркестра я хотела послать одну, но так как она у меня вместе на одной странице, например, Барса, басе, а на другой странице поворачиваешь там Чубанчик, Виховалчах, мне пришлось отправить ему электронной почтой два произведения. И вот он мне, я вам скажу честно, за три дня он мне сделал эффект живого оркестра. Я когда услышала Барса, басе, у меня даже сейчас мурашки по телу, я во дворе поставила, через колонки послушала его музыку. Это был такой живой звук, я кружилась, танцевала, пела. Кстати, к этому Барса, басе папа придумал стихотворение. И вообще, когда я давала изначально Молину, эта оркестровая партитура, она идёт вместе со стихами, но мне Молин её сделал без стихов и сказал, пусть звучит такая красивая мелодия, такой красивый вальс. Пусть звучит пока без слов. И поэтому я такую нотографию отправила Алишеру Латифзаде, но вы знаете, там вот так напевается. Вот такой красивый вальс. Со временем, конечно же, дай Алла Берсон обязательно в таком же, в такой же интерпретации обязательно выпустим свет, главное создать ещё один концерт. Я вам скажу честно, в любом случае, когда создаётся концерт, на этих концертах идёт озвучка сразу же семи, восьми, десяти произведений симфонического оркестра. Вот для этого, конечно, мне нужны меценаты, инвесторы. Я одна уже этого не осилю. Уважаемый народ, уважаемый джимат, уважаемые меценаты, уважаемые любимые инвесторы, я готова с вами выйти на прямой диалог, на откровенный диалог. Хотите на всех ваших условиях, я, чтобы вы знали, ни копейки на этом не зарабатываю. Я все эти годы только вкладываю, вкладываю, вкладываю. Поймите меня правильно, это великое наследие не моё, это великое наследие всего нашего огромного народа. и я лишь являюсь правообладателем 65 лет. У меня осталось там уже 45 лишним лет, где я буду правообладателем. Но если эту работу я не сделаю до конца, музыка папы не то, чтобы 50 лет была в забвении, она ещё будет годами в забвении. Поэтому я обращаюсь к вам ко всем. Мне нужна помощь. Пожалуйста, кто может? Мой номер телефона у Зераханум на радио. У меня есть два сайта solidinov.ru на русском языке, solidinov.org на английском языке. Там все мои данные, все мои реквизиты и телефон, который я никогда не меняю. Если даже, не дай бог, потеряю телефон, я обязательно восстанавливаю свою сим-карту и опять ставлю этот номер телефона. Нужно сделать всё, чтобы сохранить наследие фикрета солидиного, потому как мы не должны позволить остаться в забвении такой большой работе, такой прекрасной работе, потому что это действительно богатство, это сокровище нашего народа. Вы абсолютно правильно подчеркнули это, Эльвира Ханна. это сокровище нашего народа. Я это ещё раз говорю, я говорю это как музыкант. Папина музыка, она мелодичная. Как музыкант, я вам скажу, такой мелодичности это редкость, это в 300 лет один раз, чтобы так писать классическую музыку, вы понимаете, в ней звучит весь наш Крым. Папа так и сказал, я пишу о красоте Крыма, я пишу о любви Крыму, и поэтому его произведения все многогранные, то горы представляешь, то море представляешь. А вы знаете, я вам скажу больше, вот это хай-термо-фантазия. Это потрясающая хай-термо-фантазия. Это хай-термо-фантазия изначально у папы называется Байдарские ворота. А почему я сделала видеоролик именно на хай-термо-фантазию, как папа уже потом утвердил, именно весь обзор, как будто с Байдарских ворот, как будто с горы Ай-Петри, чтобы показать именно то чувство отца, которое он хотел показать в своих произведениях. Я вам скажу еще больше, я с папой ниточку, связь держу. Он мне и вчера приснился, и позавчера вместе с Анашечкой приснился. Я всегда знаю, что когда отец мне с мамой снятся, это у меня какая-то помощь, это какое-то прекрасное вдохновение, поддержка, да? Поддержка от них. Я понимаю, что я на правильном пути, и даже мне папа подсказывает, а в этот раз он вообще мне сказал оркестровые произведения для А вы представляете, если я сделаю это все в одном сборнике? Это вот как, например, Шуберта произведения, как Шопена, Бетховена, Баха, их оркестровые произведения в таком большом толстом сборнике с переплетом кожаным, а не там по 10, по 15 произведений партитур в одном. Дизайн для таких сборников мы с техническим редактором уже придумали. Я у себя в Фейсбуке на своей ленте уже показывала, какой мы там карман создали. И вы знаете, когда я недавно была в музыкальной школе и подарила ноты, и также была в КДЦ Арзене Миталаевой, и также, чтобы детки наши, наше поколение, будущее поколение, подрастающее поколение, чтобы росло на творчестве Фикрета Солединова, они тоже все удивились, потому что там партия инструмента вкладышем идет отдельно в середине. Потому что, как вам объяснить, любые произведения, вот меня музыканты поймут, а вот стараюсь объяснить так, чтобы меня не только музыканты поняли. Когда играет партия фортепиано и скрипочки, в верхней строчке идет, например, соло-скрипочки, а потом две строчки идет аккомпанемент для фортепиано. Так вот, любому инструменталисту, то пусть будет трубач, то саксофонист или скрипач, ему приходится вручную списывать эту верхнюю строчку свою, сольную программу, сольное исполнение, им приходится выписывать на листочек. А вот, чтобы они это не выписывали, мы сделали вкладыши. То есть, для скрипача, трубача, саксофониста отдельная вкладыш, а для фортепиано отдельный, но идет вместе с сольной программой. Это всем нравится. Это же такой труд, это же такой глобальный труд. Самый первый раз мне это подсказал Владимир Аркадьевич Самарин. И теперь я это все время стараюсь также издавать. И точно так же оркестровые, они точно так же идут, партитура идет для дирижера отдельная, и голоса партии каждого инструмента идут отдельно. Я вам честно говорю, так мало кто выпускает. Я, во-первых, наверное, вместе Владимир Аркадьевич с Самарином среди первых, потому что я видела партитуры, как в книжных магазинах продают. Там только идут партитуры для дирижера. Известно, что вы пишете книгу о своем отце. Что ляжет в основу этой книги? Я, да, уже год пишу книгу. Эта книга называется «Дорога жизни 1926-2006 год». В основу этой книги ляжет некраткая биография, более расширенная биография Фикрета Солединова. Также войдут его мемуары. Я там обязательно сфотографирую его рукой написанные мемуары и с переводом, и, конечно же, его стихи с ареструированным альбомом и фотографиями. Это моя мечта. Я хочу все это объединить в одном сделать. Это в процессе работы. А документальный фильм? А документальный фильм на сегодняшний день, выдающийся композитор Крыма, так будет называться, я собрала очень много материала. У меня там есть и интервью мамы, интервью даишки. Я собрала с музыкальных школ концерты папины, как музыкальная школа ему организовала концерты, где он сам играет, то же самое на гме, то же самый свой концерт, где там Фигзи Бекиров поет Гидер и Сен, где маленькие детки играют тот же самый вальсмелевший. Подчеркну, по рукописям на тот момент не было издано книг, сборников. По рукописям играли учителя и детки, когда увидели, что у папы не получается, чтобы исполняли большие симфонические оркестры. Они сами решили организовать ему этот творческий вечер. Так что мне нужно еще слетать в Узбекистан, в город Маргеллан, музыкальные школы, собрать материал там, поговорить с теми, с тем поколением, которые знали отца. Вот уже с Мамутом Ягьяевым Куртиитовичем я у него интервью уже взяла. Он очень многое рассказал про папу. Он кладезь, он кладезь. Столько информации у него. И он, когда рассказывает об отце, у него всегда слезы на глазах, он не выдерживает. Насколько... Это его ученик. У меня столько фотографий, где Мамут Ага ученик папы с самой первой вместе с моим братом Айдером, точно так же с другим братом Энвером. У нас вся музыкальная семья. Папа в свое время и в Маргелане пытался создавать концерты с выступлением семейного оркестра. Он очень много создал из педагогов, из преподавателей музыкальных школ оркестры и вел на добровольных началах в городе Маргелане клуб шелковиков. Также вел два оркестра в детских музыкальных школах, где я бегала из одной музыкальной школы в другую, потому что в городе Маргелане я была единственная виолончелистка, и мне приходилось с старшей классницей ходить играть тот же вальсами Левше наряду с вальсами Свиридова. Так что папины произведения я еще 13-летней девочкой помню, все его эскизы, как он начинал писать это все. Я тогда еще понимала, что у папы музыка очень красива. А отец из Крыма откуда? Где он родился? Бабача Гомас Севгле Бабача Гомас до Эскеэль Коэнде Севастопольский район тогда был, сейчас, по-моему, Бахчестарайский. Эскеэль сейчас называется Вишневая и рядышком село Орловка Мамашай. Кто сидел у меня опять-таки вернусь в Фейсбук. Его стихотворение Кара Дэнэс заставило меня полететь в Крым изучать родные места отца. И вы не представляете, как он точно стихотворение описал этот район. «Бахчестарайский» Мор денызге токуле. Караденаз ялысында серын еллер эселер, Узақ мауы далғаларда ялдай элкен емелер. Копырып мауы далғалар қайаларға уралар. Ялы бойу жағалалар қатат жайып учалар. Ешель дұль беры елвардан, Ускен юксеек селбелер, Ирек вернан талдастан дам тапуле елкен 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 елкен.